Всем здравствуйте! Сегодня 14 апреля 2020 года. Меня зовут Азиз, я папа Ахана. Хочу рассказать вам о событиях, которые произошли за последний год по приезду из центра Бейердавит срочного лечения. У нас была основная цель, это чтобы Ахан пошел в первый класс. Если честно, мы очень боялись, что, во-первых, может туда не попасть, во-вторых, что он может там не справиться с трудностями. Но мы ошибались. Ахан туда пошел с хорошим настроем, с уверенностью в себе, потому что он знал, куда он идет, он знал, для чего он туда идет и что его там ждет. Он знал, что это для него уже такой этап взросления. Он постоянно повторял, что я уже большой, я иду в школу, с радостью туда пошел. Но были, конечно, трудности, связанные с тем, что он иногда не хотел рано вставать. Были трудности, что он мог не всегда, не всегда дети его понимали. Но самое главное, что он идет на контакт, он коммуникабельный, он общительный. Все трудности связаны с тем, что он все-таки еще догоняет своих сверстников по развитию. Но в некоторых местах он опережает иногда, иногда, не иногда, а в общем его не отличить от других детей. Но нормальный и здоровый ребенок. У него нет проблем сейчас с общением с нами. Мы его понимаем на все сто процентов его речи. Он понимает нас. Если раньше эта проблема была актуальна с момента моего последнего видеоотчета и за последний год-полтора, сейчас с этим проблем нет. Ахан идет навстречу, он хорошо понимает нас. Он понимает, что если он сделает что-то не так, его ждет наказание. Он знает, что такое последствия. Конечно, как и все дети, он может расслабиться, но это зависит уже от нашего отношения к нему. Поэтому не надо его принижать своей жалостью к нему и или наоборот к жалостью к себе, что мы бываем иногда ленивы. Но если мы будем ленивы, то и ребенок будет такой же. Если мы будем не уделять ему внимание, то и он ответит тем же. Что, сына? Ты что делал? Ну иди дальше, делай уроки. Ахан, не мешай, пожалуйста. Где мой телефон? У тебя телефон, что ли, есть? А, вот, возьми вот этот. Зачем тебе телефон? Мамень. Вот. А, я отчет снимаю. Подожди, Ахан, у меня здесь камера плохо работает. На, вот это дай, отнесите. Отвлекся, извиняюсь. И хочу сказать слова благодарности Центру Бейер-Давид за то, что они уделяют нам очень много внимания, что они всегда готовы нас выслушать. И Давид нам открыл новые возможности. Он нам помог разобраться во многих вещах, пересмотреть их. Объяснил обычно, ну, простой, как бы, основы воспитания, что нужно делать, чтобы ребенок рос полноценным, здоровым. Его методы работают на сто процентов. Я с уверенностью могу сказать это. Все зависит от вас, родители уважаемые, что результаты только у тех, кто действительно заинтересован в нем. В общем-то, я, по-моему, сказал все, что я хотел сказать. Надеюсь, что мое видеообращение было полезно для вас, что вы сделали какие-то выводы. И я надеюсь, что вы пойдете по правильному пути. Если вы уже работаете с Давидом, то могу с уверенностью сказать, что у вас будет прогресс. Давид обязательно поможет тем, кто действительно этого хочет. Всем большое спасибо. До свидания.